У нас, как правило, партии отобраны такие, в которых хотя бы один из соперников – чемпион мира, либо бедный, либо черный. А сейчас будет партия, где шахматисты, как раз в месяц, не были чемпионами мира. Но все равно это удовольствие, шахматисты. Почему? Геррифинд играл матч на первенстве «Рассаназово» в 2019 году. Кто помнит, может быть, не помнит, она помнит, в 2019 году был матч на первенстве «Мира», а нам с Геррифиндом в Москве, причем нигде не будет, а до тех пор с «Соберей». Когда можно было приходить на матч, смотреть, как идет матч на первенстве «Рассаназово» – значит, до тех пор с «Соберей» была такая, вот, все было нескладно в наших позициях. Так что это была лафа такая, можно было партию смотреть, картину смотреть. Вот Геррифинд белого играет, а черными играет Шеров. Геррифинд, значит, он бывший советский, белорусский играет вместе, сейчас живет в Израиле, а Шеров бывший советский, потом испанский. И, на самом деле, советский жил в Риге, рижский, потом переехал в Испанию, а сейчас вернулся в Риге. Так что сейчас уже можно считать, что латышский играет вместе. Он тоже художественная матча, сейчас не пора к какому году, в середине 90-х годов, чуть позже, 26-го, можно было с него. Он завоевал звание, он стал президентом, тоже был, например, ваше с Каспаровым. То есть он фактически второй шипотистом мира был в тот момент. Но там произошло недоразумение, не смогли набрать этот матч деньги, потому что у Каспарова Широва был огромный перевес, что он выиграл его чуть ли не 9 партий, не проиграв ни одной. Поэтому никто из фонсоров не хотел обидеть этого матча, потому что все считают, что будет матч разоборота. Но это некоторых не справедливость по отношению к Широву, потому что он завоевал звание, но никто не хотел давать денег. Это такой редкий случай, когда матч не состоялся. Но тем не менее он удавившийся игрок, и в тот момент он был общим второй. Ну и сейчас ходит, а в общем, десятку, двадцатку уж точно. А это в 1998 году еще. Герфид играет первый, Широв черный. Д4, Конь Ф6, Конь Ф3, Конь Ф3, Ж6, Ж7, Ж6, С4, С2, С4, С2, С4, С2, С4. Конь Ф3, Конь Ф3, значит, вот это, пока еще не могу сказать такой дебют, потому что первые ходы не всегда подбирают дебют, хотя бы чтобы несколько ходов было сделано. Здесь, если черный играет Д6 или короткую рубировку, то тогда белый играет Е2-Е4 и получает староедистная защита. А вот как черные пошли, они пошли не допустим Е4, а сразу собрали по центру, на 7-Е5. Это называется защитой крышки, да. Значит, мы первые столкнули защитой крышки, да. Идея этого дебюта, черным побыстрее какой-то получить фунтур в центре, а потому что здесь довольно пассивные фигуры стоят, они хорошо развиваются, а здесь им надо сразу же определяться в центре. На Д5, как сказал, взять на Д5, следы, садитесь на Д5, черный побыстрее поймем на Д5, поймем на Д5. Поймем, я услышу, что будет пешком. Это забрали Е4, не, нет, пешки 2-Е4, это 2-Е4. То есть они захватываются, да, но это входят в планы черных на лицах Довицкого. Черные померены на центре, БС, мощный центр РФ, Винска оккупировала, но черные начинают на него воздействовать. Они сразу играются в центре 5. Вот, подряд на пешок. Ну, здесь, одни люди любят, одни, чтобы они все любят гелыми, с мощным цветом, другие, которые любят черными, чтобы все время какие-то уроны создавали, там, в центре 5. То есть это дебют, как и все, собственно, дебют с миллиметрами, одни считают белыми, другие считают черными. Здесь просто дебют, ну, белые раздели Владимира, Владимир Владимирович, задние ремнии. Почему они не подвели ДЦ? А? Почему они подвели ДЦ? ДЦ? Ну, ДЦ вообще теряется, Владимир, в том числе решат. Да. Владимир, потому что здесь так просто пешки не возьмешь. Ну, и вообще, задавайте разрушить концентр, идея в том, чтобы концентр сохранить мощно. Поэтому, даже если бы не было, если бы не было защищено, после ДЦ, как все вот эти пешки, С-35 и С-4, они уже и не представляют такой силы. По сравнению с тем, когда они сейчас стоят в центре. А, тем более, здесь убить нельзя. Поэтому здесь... Ну, фактически, если бы сейчас вы убили ДЦ, то он бы убил на С. Ну, я бы, конечно, странно, наверное, на него. Потому что был бы слоном отойти на ДЦ. Ну, я бы эту ладью чистую отдал. А, ну, как бы С, шел, да? И он бы побил ладью. С какого ладью? Нет. То есть, если бы прежде, наверное, подходит, доставим выше. Ну, я просто беру сюда. Он потом бы ее сломал. Ну, я ладью чистую ладью забирал. Потом ферзь, да? Ну, ты же, кажется, в качестве ли отдал. Потому что он был бы ладью там, может быть. Ну, там, да, ладью. Вот почему я эту ладью тогда отдал. А, да, РГРУ вы сделали, Чирка-Котик вы сделали. Я могу и не бить ладью. Просто ты ничего не выиграешь. Пешку надо играть. И плюс у тебя много опасность. А тебя ладья вести. Или я надо два помыслить. Просто развиняться. Пешку быть слабым. Нет. Значит, идея этого дебюта. Замера. В том, чтобы сохранить мощный центр. Вот, может, там держать. Тогда очень дружно фигурами надо их где-то располагать. И держать все пара. Э5, Е5, Д5, С5. Мощный центр. В этом идее вообще со стороны белых защиты дружбы. Вот. Ну, пока белые развиваются. Ладья говорит. Вот ушли, кстати, от этого в случае потери ладьи. Но черные все равно ладьи. Они не ладьи. Они не ладьи. Им главное закончить развиваться. И как давить на центр. Ну, ну, ну. Ну, опять ДС. Как минимум, я не кешу всегда. Поэтому. Никакого способа не подрушать собственного центра. Ну, белые заканчивали развиваться. Слонги два. Черные уже ладьи. Ладьи тоже надо ладьи. Слонги два. Черные поверили на Д4. Пешку. СД. Белые поверили на Д4. Вот. Сохранились. Все равно сохраняется центр. И он надежно защищен. Но черные пытаются с той стороны ладьи. Но. Более скользя. На Д5. Значит, здесь они... Этот смориат связан с СДПшкой. Белые отдают Пешку. На Д2. Но, опять-таки, за счет мощного центра Черного очень трудно будет видеть. С фигурой не рассматриваются. Может, строго за счет? Да. Вот. Здесь последний СДПшкой. Отдали Пешку. Конечно, они могли поднять Пешку, чтобы Пешку не отдавать. Но, вот, надо тренироваться Ферзьями. Стать... Производиться Ферзьи. И потом черные начинают на Д8. На Д6. На Д7. Поддавить на эти Пешки. И тут... Белому хочется, конечно, за Пешкой получить атаку. Для Ферзьиана сохранить. Ферзь СДП2. Белые теряют АДАР и Пешка. Ферзь СДП2. Стала старкировка. Заметьте, что черный, конечно, не Пешка. Но держаться за ней нет никакого смысла. Потому что надо фигуры рисовать. И что от того, что Пешка... Не видно, куда фигура ставится. Все фигуры ставят на краю доски. А первый центр белых очень мощный. Поэтому здесь последовало СДП4. То есть черные продолжают давить на центр. СДП8. 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 Значит... Пешка... Как с ним? Пешка... Белые... Пешки на ВСИ не хочется лидить, хочется закончить развитие. Поэтому белые с удара всего уже 5. Они направлены на второе пешку. Какого-нибудь они могут за первую. Но... СДП8. Да, здесь, кстати, они не могут быть на ВСИ, потому что просто черный город 2 в 3, пешка теряется на Д4 в тот самый случай когда черная рахарка на центре теперь ее надо привести надо что-то делать надо пешку Д4 защищать на самом Ростове через лоно теперь эта пешка защищена и еще раз в случае на Е70 пешка Е7 пешка БС так что пешка белая выиграет сохранять определенное давление черный правый лоно А6 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 Ага ну это не по пенсии на Е7 мы продавали Е8 и здесь центральный пешка теряется весь смысл собственно белый причем держался в последний центр а нет давать больше черный правый поэтому белые отступили сразу на А4 и здесь конечно мы можем как Ж5 ну Ж5 он уже теряется так вот это расслабление а снова приходит на хорошую диагональ первые сыграли А7 А5 идея в чем что свою хроновику быстрее реализовать проходная тогда будет какие-то шансы создавать потому что держаться за пешку БСЕ не хочется и белая конечно побили на БСЕ теперь 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 все форму теперь все форму проходная пешка называется в том случае если по дороге у этой пешки нет никаких бедных пешек скажем она была была пешка то это или бедная пешка была на 3 то эта пешка она не была проходной а здесь пешки нет фигуры конечно ее какие-то будут держать но пешка уже никакая в дороге не встретится поэтому это называется проходная пешка но это не еще не рассчитывает по-прежнему этот общий центр он сковывает все позиции черных но они рассчитывают на свою проходную белые теперь играют А4 то есть эти входы которые были сделаны на А6 и А5 они все-таки какое-то ослабление мысляли в лагере короля и больше ослабления воспользоваться белые таким образом это и делают они подрывают эти слова пешки а черные двигают дальше вперед ее быстрее куда-то далеко провести последовало А4 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 вот эта позиция как раз странно она она еще даже всего в теории есть и здесь вот в теории лагеря Кася основывается вход с нападением сюда пойдемте нельзя взять потому что это слово есть лагеря Кася нападение и там ну боится более можно в основном в принципе который ищет убрать какого? который на река на а б можно на B5 Это было сделано в ход. А так оказалось, что среднее, чем в 5. Но этот ход, конечно, полномочный анализ, да. Белые не выпускают коня. В 20 счет. Этот конь были, кстати, уже сыграны. Уже почти 12 ходов сделано. А конь на Б8 стоит еще не удел. Они в его момент хотят выскочить. И напасть на Д4. И получить контур-игрок. За 4, Д7, Д7, Д7. И вот такой тоткий ход. Просто ограничивается. Ограничивают коня. Но все полно. Черных просто одна пешка. Пока совершенно неизвестно. Чем я закончил. Как туда ходить? Что естественный ход. Конь танца. Не можно ни сюда пойти. Ни сюда мы можем пойти. Но здесь как-то стоять неустойчиво. Черных пошли. Коня 6. Но с нападением еще не лагер. Но конь на Краке достаёт. И достаёт. И всё хорошо. Но выбора нет. А? Он бьёт коня. Восемь. Разбьёт. Нет. Это как раз было бы хорошо. Потому что черные отдали своего ненужного коня. Хорошего стола бела. Потому что здесь связка останется. Здесь идея в том, что черные отдали пешку. Отдали пешку. Но они же рассчитывали. Весь план седла с пешкой А. Стараться как-то и как можно дальше продвинуть. В последнее. В последнее. В последнее. В последнее. В последнее. Тут « нетрик» хода ритеал. В жене сыграли. Целу отколошили. Вїдеura. Стараться 3. Целу тежит. Первому дюйму. Слона – шесть ход с ЭRC. Здесьunuz слона в шесть... Слона в шесть. Очень крутой. Красивый ход. Блажница Лоладзии. Первый «Ор»… Виноват… Вмена играет Е4 и Е5. Тяжелая позиция, но в рейтинге мы потом не устанавливаем эту позицию. Нет смысла этого. В 106, короче, можно мне поверить на скором, что 106 справились на второго удара. Но это, на самом деле, не имеет значения, потому что это дальше последует на другой ход. То есть, по-хожему, да. Чёрный сыграет ФНБ-4. Погоняется слона. А, не кажется, что точно сильнее ход. И на парень слона, и на ладиву. Кажется, что чёрный вообще выигрывает. Пешка еще, пока дай. Теперь ладивисы в двух, потому что просто теряется слон. И никакой особой каприсации нет, а так и рядом все отбивается. Но он сильно слон Бетлисей. Белый жертвец слона. Вот такая была позиционная игра, и вдруг последовал неожиданный удар. Теперь... Есть слон Бетлисей. Да, слон Бетлисей плохо. Солон Бетлисей, теперь что делать? Метлисей. Делаю митчину, беды. На ИС-7 они не решили бить. А на ИС-7 мы просто могли попить, потом шаг сюда, потом перед беремя на ИС-4 там просто делаю гольцез и блюцемат. Поэтому черность оставили в углу, и кажется, что у нее все в порядке. Ладьян-то, кому-то запуталась, до Е7. Ладьян-то до Е7. Не могли идти. Ну? Ну, все рассчитано. Все было рассчитано. Было все рассчитано. Здесь Гельфорд очень противоход еще один сделал. В голову не приходит. Конь Е5? Конь Е5 нельзя остановить. Слон идет на Е5. Слон Е5? Слон Е5. Ты планируешь подбор? Он ищет. А, да, совершенно. Ты тогда, может, сможешь. Он, наверное, теряется, но, как говорится, погибает так с музыкой. Белые не обреживают в 2,7 раз. То есть они планируют. Ладьян остается подбором. Но, слава твой, конечно. А после того, как слава уйдет, там ходит на Е5-8. Там уже не забравится. Вот таким образом. Но ладью надо бить. Потому что у белых сейчас двережные пешки. Пух-то А2 держится. Тут особенно, если ладья А2, то просто можно напасть на эту пешку. И скисти ее. И как здесь ходить? Херн, именно. Да, да. Искус ладья. Ладьян и Каничин ходит. Тогда уже ладья А2 ходит. Ну, уже 5-5-3-7. Короче говоря, две черные спины ладья. Что делать? Раз подставляют, надо их ломать на 7. И вот тогда пошли на 2-5. То есть, что у нас получилось? Плюс. У них нет все-таки. Три легкой фигуры. Но теперь, конечно, страшно атака. Ферси сюда заходят. Горитмас. Какой гаджи-5. У черных надо границ шанс. Значит, надо переступать. От коленинга. Слон 06. Как? Слон 06. Слон 06 тоже ферзи-5 еще сильный. Ферзи-5 уже сильный. Ну, может быть и может быть. Но черный сыграй ферзи-6. В той же идее есть. Если ферзи-5-4, то тогда либо 100-6, либо ферзи-6. И вот здесь последует еще один изящий ход. Изящий ход. Слон 06. Опа. И идея в чем? Вот ферзи-5 не может убить в том, что бурый подбой. Слон 06. А если бурый подбой. А если бурый подбой. А если бурый подбой. А если бурый подбой. То вот именно. Идея для этого творится. Перерезать дорогу туда. И здесь. В чем? Приходится отдавать. Ферзи-5. Мат. Ну и Мат. Шаг. И на Слон 6. Ферзи-6. Мат. 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 А там. Мат. 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 Мы здесь кашлит, да и не наконец-то минус вперед. Та самая девятая идея сделала вначале. Двенадцать кашлит вперед. Здесь оправдается. Здесь вообще. Раз, два, три, четыре, семишки. Если пойти с кашлит, постарайтесь, что мы с черным врагом. Терный сыграл, сзади и синий. Как прикрывать, говорится, передач 5 шаг. Король же 8. Король же 8. И сержи 6. Теперь же 6. Ж6. Вот, и здесь делать совсем плохо. Слон подбоя, слон же 7 перевязан. И, ну, слону надо ссыпать, когда его им ссыпать. А ладья не может защищать, потому что тогда Д5 есть ход, и этот конь еще будет подбоя. Поэтому черный сыграл слон Д7. Слон Д7. Нет, С4. Слон Д7. Слон Д7. Слон Д7. Да, Слон Д7 решает. Слон Д7. Да? Слон Д7. А если Слон Д7. Слон Д7. Слон Д7. меняется, меняется, играет ферз b6, тоже бывает, да, ладью сладо-черный, остается еще без фигуры, но это уже многовато. Поэтому... Как-то, если ферз пошел на b6, он же не нападает когда-то на ладью а8. Нет, если как? Если сладо-3. Правильно. Ну хорошо, мы поменялись. Нет, я меняюсь, меняюсь, играю ферз b6, она не нападает, она нападает на слона там, честно. Ну да, все равно, все равно не видно, когда слона падает. У слона нет хорошего боли. Или что, она вообще хорошая? У слона нет хорошего боли, а... А ядовец, слона правда этого нет. Но нет хорошего боли, конечно, все равно это заберет. Ну, может, так надо было играть. Но, не знаю... Трудно здесь что-то придумать. Может быть, так было, если... Сон-то 7 только оказал, ну, ой, я думал, а потом... Старо уже забрать. Так, у меня тут где-то есть... Сон-то 5... Ну, да, мы менялись, а нет показаний. На 9-8, на 7... Сон-то 7... Черный взяли... Кой-нибудь... Ж-5... У меня отсекали Филинг-6... И вот еще одна... Еще одна... Прикрытия... Слон-Ик-6... Слон-Ик-6... Отсекая дорогу-дорогу слону... На кархатский фланг... Слон-Ик-6... И... У меня отсекали... Слони-Ик-6... Слон-Ик-6... И... Слон-Ик-6... Чёрный цикл ряда лейт 7, и последовал шаг, придёте хоть в шаг, второй уже 8, теперь следующий 6, направленный на эту склону, и вот мы пришли к этой позиции, я предлагал вам сюда, ну партия полоса лейт 7, лейт 7, лейт 7, лейт 7. Ферзь был на Ашвейц, он установил 10 секунд. Когда Ферзь был на Ашвейц, он может быть спит на А6, так как не было вроде бы. Давайте ещё раз повторяю, вот в какой момент такая позиция, такая позиция, Ферзь на А6, да, стоит, Ферзь в данный момент стоит на А4. Я должен тогда снова установить этот, не могу, когда работают эти фигуры, надо всё по-новой. Лейт 7, Ферзь в данный момент, когда ты что-то хочешь, а не когда сделано ещё пару ходов, спрашившись, трудно установить. Вот такая позиция была, вот, такая позиция, кажется, всё на месте. Вот он стоял здесь, конь стоит на А3, всё приходит, ставит, ставит заново. Лейт 7, лейт 7, чёрные взяли на А7, освободили дорогу конюз, теперь какой-нибудь GPS. Теперь здесь я предлагаю, что А6, или в какой момент? Да, вообще можно и... Из А6 и Ферзь на А6 я играю, и на Ферзь в А6, даже и... 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 Значит, здесь поставил Ферзь в А6, так это... Вот я ставил, вот я ставил Ферзь в А6, я подержал пункт А6, и вот здесь это перекрытие, в А6. Ты здесь предлагаешь Ферзь в А6? Нет, когда... Как минимум, я просто буду гулять на А7, как минимум. А потом всё равно буду гулять на Ферзь в А6, поэтому... Здесь чёрные отдали Ферзя, да? Лучше тут... Ну, не знаю, что нам надо подержать. Просто отдавать фигуру жалко. Граниплата в 1-2 хода, Ферзь в А6 шар. Нет, сейчас купить Ферзь в А6? Ну, так, как это Ферзь в А6. Да, потом, когда уже Ферзь ходит на А7. В этом, когда Ферзь ходит на А7, так? Потом, когда уже Ферзь ходит на А7, словом Смехичицы. Победить, так, Ферзь в А7? Словом в А7, и 6. Теперь Ферзь в А7 сажают с Солом А7. Теперь что делать? Теперь мы общим. Убилых, учёных... Учёных утеряли, наверное, можно даже сказать, перевес, как-то, они охладяют две фигуры, но король обнажал, и что это делалось? ЛГ-5, но черный сыграл Азиаси прикрыли седьмую линию в Азиаси, поэтому на этот последовательный шаг король живу в Азиаси, и сыграли Ферзе-6, вот к этой позиции в Азиаси, которая у нас уже была. Здесь мы обсуждали, что я не стал на себя, слон Б3, слон С4, Ферзе-6, слон Б3, Ферзе-6, слон Б3, Ферзе-6, первая позиция на слон Д7, здесь все равно как не будет, все плохо, но тем не менее, у нас будет слон ЖС, пока маты нет, пока черный нерв, слон Б3, Ферзе-7, слон Б3, Ферзе-6, Ферзе-6. Здесь, по-видимому, было, может быть, корня, ну даже не так, Ферзе-7 здесь разматривается, но, чтобы на Ферзе-7 пойти слон Азиаси, но здесь выводят длинные варианты, где-то особенно выигрывают. Поэтому, черный, хоть черный здесь, они сыграли корня Шерзе. Корня Шерзе. Ну, здесь что получается? Ферзе-3, Кэшки, заново-герой, фигуры, ну, мы теряли на соотношение силы ничего, да, черный, но корня тоже больно полный. А вторым, кроме того, еще пешка 3 теряются, да, нет? То есть съели эту пешку. Вот, съели эту пешку. Поставили в палец-7. Бев, черный, заново-герой, фигуры. Ну, опять теряли на соотношение. Но через Е3, вот тот самый, когда перевес из центра белый, белый центр, то, что мы в самом начале говорили, еще дебют, вот он так и остался. Если пешка 3 теряется, когда падает вперед, то ничего хорошего не будет. Учетно собираем конь Е6. Конь Е6. И вот на белый гинули пешку Д5. И на конечный 5. Гинули еще одну пешку, Ф4. Видите, вот все на конечный центр. Тем более, то есть такой мощный, все остальные пешки. Ф4. Ну, и у коня вообще нет хорошего поля. Если он куда-то вступает, то пешка Е5 падает вперед. Е5. Е5. Три пешки вообще Е5 наступает. Тут еще был всего темный центр белый, конечно, и шаг. В фигуре нельзя бить. Снов стоит. А пешка связана. Последовало король наш один. Король наш один. А почему? Связан. Связан. Дадед связывает. Тёмный отступили королем. И последовал ладья 2. Ну, кажется, какая-то игра, кстати, 2, когда напали. И если, может, мог быть такой ход. Здесь, значит, если, может, было не ошибо, что, как бы, нападая на G2, вроде бы активная позиция получалась. Ну, тогда бедный просто берет коня. И что здесь делать? Если ладья G3, то играет ладья G3. Теперь уже ладья G3. Это мало. Это мало, во-первых, если я оправданного центра сохранился, и успешно ходить вперёд. Куда не денешься. Молодец. 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 Судьи . Эти коня G3, кони H3, шах. �. К ñ 6. Молодец. 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 Вмолодец. Теперь кончик повисок, так то он был за счет, теперь он повисок и просто с шахтом провисок. Ведь на 2-2 нельзя, потому что я беру конец шаху, потом всегда дарю на 2-9. Громный перевес. Черное ступенище, по нему уже 5. И последовало. Еще одно место поставить вперед в 6. Видите, что на конце дарят. Постенький, еще не делал. Громный перевес. Черный перевес. Черный перевес. И последовало в 7. Черный перевес ввиду, ввиду чего? Там же коня претензий. Так еще можно было. Громный перевес. Громный перевес. Пешки, границы, претензий, не тверня в коня. Забрать задней, с шахом, ничего не сделаешь. Ну, ему коня отдаваешь, а? А? Черный перевес. Ну, можно отдать. Да, ну, Владимир, я всем бежу, и по 2-6 на 1-2. Короче говоря, здесь еще раз дается. Просто, а не знаете, как ни странно, неизбежное превращение не через это, а в коня? Какое время поставить коня? Нет времени еще. Ну, вот такая партия. Туда уже живая. И несколько интересных ходов в году. Когда Белые заграли свою ладью в тупик, потом ее поставили на насти. После взятия, активизировали фигуру, набирая свои планки. Потом наши пешки, которые они дают. Может, она гебать. Ну, так выглядит. Сделано в ходу. Сделано в ходу. Сделано в ходу. Брилли COVID-1945isesti так же, как Белые ажиатура жизни tem解 based в момент себя. А?